Сегодня мы читаем из Парашадшаву, который называется Пинхаз. Парашад Пинхаз находится в книге «Исход». Парашад Парашад, 25 глава. Парашад Парашад, 25 глава. 10 стиха и до конца. Парашад Парашад, 25 глава. Парашад Парашад, 25 глава. Парашад Парашад, 25 глава. Парашад Парашад, 25 глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я прочитаю то место, которое читал Моши Господь сказал Моисею, это еще раз число, 25 глава, 10 стиха и до конца Пинхас сын Елизара, сына священника Аарона, отвел мой гнев от сынов Израилевых Он отомстил за оскорбления мне нанесенные, и я не уничтожил сынов Израилевых в ярости своей Объяви, я заключаю с Пинхасом договор, несущий ему благоденствие И по этому договору он и его потомки навеки получают священническое звание, ибо Пинхас отомстил за оскорбления, нанесенные Богу у его, и искупил вину сынов Израилевых Израильтянина убитого вместе с медиантианкой звали Зимри и сын Салу, он был главой одного из родов племени Симеона А убитую медиантианку звали Козби, дочь Цура Цур был предводителем одного из медианских родов Господь сказал Моисею, будьте врагами медиантианам, истребляйте их, ведь и они поступают с вами, как враги Они вам подстроили и пиорскую ловушку, и ловушку с Козби, дочерью медианского вождя, их соплеменницей, убитой во время пиорского мора Как Саша прочитал уже сейчас это место, да, о Пинхасе Хотел бы еще раз зачитать его, чтобы... Может, Саша Караквар, это Макомото или Альпинхас? Занахну не крауды, отпам это, псукима миухадима или... Господь сказал Моше, Пинхас сына Лазара, сына священника Аарона, отвел мой гнев от сынов Израилевых Он отомстил за оскорбление, мне нанесенное, и я не уничтожил сынов Израилевых в ярости своей Объяви, я заключу с Пинхасом договор, несущий ему благоденствие И по этому договору он и его потомки навеки получают священнические звания Ибо Пинхас отомстил за оскорбление, нанесенное Богу его И искупил вину сынов Израилевых Я хотел бы немного, как бы, рассказать предысторию, коротко Что произошло там на самом деле и за что Пинхас получил вот это вот звание священника Дело в том, что после того, как Баал, он не смог, Балаам, не смог проклясть евреев и изрек благословение Он сделал ценный совет Балааку Он сказал, что пусти к сынам Израилевых мавитянок и, как бы, ты сможешь развратить их И через это Бог сам покарает их И это сработало и даже больше Израильские мужчины начали также поклоняться Баал Пиору И как следствие ихнего греха в народ пришел мор И 24 тысячи израилетян просто погибли 24 тысячи метли От этого мор И тогда Бог сказал Моше Чтобы он просто убрал это из Тана То есть убили всех, кто поклонялся Баал Пиору И после того, как этот был указ Издан, все уже знали примерно, кто подлежит смерти И были явно недовольны, явно те, кто были, ну, как бы, не согласны, никто не хотел умирать И один из таких был, один из глав родов Зимри И он просто перед всеми публично решил выразить свое недовольство и несогласие с этим Он взял медитянку Козби и вел ее в свой шатер Тем самым он показал Моше, у тебя тоже жена медитянка Почему я не имею право это делать? Но Моше, он выбрал медитянку до того, как появилась вообще Тора И когда пришли законы и Тора, и эта медитянка стала такой же частью еврейского народа, как и все остальные Но, как бы, Зимри все равно решил вот так вот это все выразить И был один из рода священников, сын Элазара, внук Аарона Пинхас Который был ревнителем Божьего Слова и Закона И он не выдержал такого посрамления Бога Он схватил копье, вскочил, влетел в этот шатер, где был Зимри и Козби И одним ударом пробил их двоих и, как бы, придал их смерти Что же произошло в этот момент? Произошло два события Первое событие, это он остановил тот мор, который пришел вследствие греха И тем самым, он просто один спас целый народ Своей ревностью к Слову Божьему Второе, Бог дал ему этот сан священника Ему и его детям Но он же был сын Элазара Внук Аарона Почему? Он же и так, по идее, священник Но есть одно но Пинхас не был коэном Пинхас не был коэном Дело в том, что когда Бог сказал Аарон, что Аарон и дети его, и дети их детей станут священниками Все, кому исполнилось на тот момент 30 лет Они стали священниками Но такая ситуация, что Пинхас Он уже был рожден на тот момент Но ему еще не было 30 лет И он не стал в тот момент священником И он не мог стать священником, потому что он должен родиться от священника Но он уже был рожден И он остался просто левитом Он служил, скорее всего, в подчинении у Элазара, отца своего С другими левитами Но он не был священником И, возможно, именно это повлияло на его желание и ревность по слову Возможно, он, как никто другой, жаждал стать священником Он углублялся в слово Он смотрел, что делает его отец и дед И хотел делать то же самое Он изучал все тонкости священнического служения Некоторые комментарии говорят, что даже когда он пронзил копьем в палатке Козби и Зимри Он вынес их на копье двоих и выкинул из палатки И это говорит, что он был довольно крепкий парень И должен быть священник Потому что он 24 часа в сутки должен рубить быков Возможно, вечерами он с быком на плече приседал, чтобы соответствовать И вот сейчас ему представилась возможность Он увидел, что никто не делает ничего, когда срамят имя Божье И он решил, будь что будет, но я не допущу этого Пусть я умру, пусть меня выгонят из стана Но я не допущу этого Он схватил копье и сделал, что сделал И после этого вместо каких-то проблем в его жизни Приходит Божье благословение Один человек С ревностью по Богу Спас целый народ И его мечта, она осуществилась в тот день Хотите ли вы что-то получить от Бога? То, что у вас какие-то заветные сердца веще Насколько вы ревнуете об этом? От кем вы себя видите? Пинхасом, который ревнует и получает то, что он видит Вкладывает время и силы Вкладывает время, чтобы познать Бога Чтобы исполнить то, что он хотел иметь Или вы видите себя Зимри Который был тоже частью Божьего народа Он тоже имел те же благословения, как и Божий народ Но он выбрал вложить время свое в более плотские вещи Он выбрал поклонение Бааль Пеору И на самом деле, неважно, какому Баалью поклонялся он Сейчас их гораздо больше, чем тогда, наверное Но он получил то, во что он вкладывался, от того и пожал Это легко понять, проанализировав нашу жизнь Вообще, на кого мы больше похожи Мы очень много времени вкладываем Мы идем в школу, учимся там 12 лет Дальше университет, колледж, 6-3-5 лет Хорошая работа и каждый день 8-9 часов мы проводим там И все это для нормальных целей Мы хотим нормально жить Мы не хотим испытывать нужды И мы знаем, что сделав это, мы получим результат А потом, когда у нас приходит болезнь, мы идем к Богу И говорим, исцели нас Но сколько времени мы вложили в то, чтобы получить что-то от Бога Ведь слово Божья говорит, что он наше обеспечение Он кормит птиц, одевает лилии, и все вокруг Оно обеспечено Богом Хотите ли вы быть частью того мира, который обеспечивает Бог? Мы можем вложить все свое время в материальные вещи И пожать от материальных вещей Насколько они, конечно, могут это нам дать А можем вложиться в Божье И пожать сверхъестественное от Него Например, как это сделал Иешуа Кмоши и Шуаса Сэл Туда Спасибо, Алексей Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!